Жители Нью-Йорка, которые нередко подвержены стрессам большого города, получили возможность быстро найти укромное место для отдыха. В этом им поможет новое мобильное приложение Breezer, которое дословно переводится как «короткий отдых». Оно позволяет найти на карте и забронировать одно из помещений, рассредоточенных по городу. Недавно это приложение также стало доступно в Монреале. «Бризер – это сеть прекрасных приватных помещений, доступная в больших городах, на данный момент в Нью-Йорке и Монреале, которые вы можете найти, зарезервировать и открыть при помощи нашего мобильного приложения». Всего неделю назад сеть в Нью-Йорке пополнилась ещё тремя адресами, которые почти сразу были зарезервированы. «Вы можете работать, проводить встречи, можете отдыхать, вы можете делать всё, что угодно, что не противоречит закону и нравственным нормам. Мы рады, когда люди там встречаются, заходят, чтобы немного поспать, работают». Каждый номер в сети Breezer – это бывшее офисное помещение. Завершив бронирование, пользователь получает специальный код доступа, который позволит ему попасть внутрь. В номере предлагаются бесплатный беспроводной интернет, диван и стол. «Я всегда в городе, каждый день мне нужно решать разные вопросы в разных частях города, ездить на разные встречи. В перерывах я не всегда могу поехать домой. Мне также не всегда хочется идти в кафе или просто бродить по улицам. Так что я, несомненно, считаю эту услугу полезной, если мне нужно скоротать время». Один час в таком номере стоит 25 долларов. Услуга доступна с 6 утра до 10 вечера. При этом в компании всеми силами пытаются отследить тех, кто нарушает правила пользования. Конечно, камер слежения в помещениях нет, но во время уборки после использования комнаты обращают внимание на то, что в нём остаётся и что могло там происходить. Если пользователя уличают в противозаконных или аморальных действиях, то для него услуга автоматически блокируется. В компании отмечают, на данный момент номера уже использовали для деловых встреч, съёмки фильма и даже кормления ребёнка.